Привет! С вами Сергей Куляш, проект видео на ITCUA и представитель нового поколения мультимедийных ноутбуков HP Pavilion DL6-3000. Новое поколение среднеформатников от HP получило полностью переработанный дизайн. От былого черно-серебристого блеска и узоров на AMD пластике не осталось и следа. В современной Pavilion он стал взрослее и практичнее. К нам на тест попала пластиковая модификация модели черного цвета, но доступно еще несколько вариантов окраски, а также металлическая премиум-версия. В пластиковом дизайне верхняя крышка ноутбука отделана AMD материалом с геометрическим узором Link, прорисованным глянцевыми линиями на фоне матовой подложки. В нижнем углу находится круглый логотип компании с подсветкой. Рабочая поверхность изготовлена из матового пластика, узоров с крышки, как в предыдущей версии, здесь нет. Глянцевыми остались только окантовка дисплея и подложка клавиатуры. Верхняя часть боковин выполнена из серебристого пластика, нижняя сильно завалена днищью, из-за чего ноутбук кажется тоньше, чем есть на самом деле. Металлическая версия пока доступна всего в одном варианте оформления – цвет аргента, узор стрим. Из обработанного алюминия выполнен не весь корпус, а только внешняя сторона крышки и рабочая панель. Одним из самых интересных нововведений эргономического толка стал крупный тачпад, сенсорная поверхность которого распространяется даже на его кнопки. Дело в том, что левая и правая кнопки выполнены не в виде отдельных элементов, а просто размечены в углах сенсорной панели. При нажатии на эти зоны она слегка прогибается и щелкает, однако если просто водить по поверхности, то можно продолжать управлять курсором. В результате полезный размер тачпада заметно увеличивается, что повышает удобство работы, особенно с использованием технологии Multi-Touch. Также отметим, что сенсорную панель можно отключить двойным кликом по верхнему левому углу. Поменялась и клавиатура, которая теперь напоминает используемый в линейке ProBook вариант. Блок выполнен по разделенной схеме. Поверхность квадратных клавиш матовая, подложка глянцевая. От использования дополнительного цифрового блока было решено отказаться. Вместо нее ввели крайне левый блок клавиш быстрого запуска ПО. В работе клавиатура удобна, несмотря на гибкость подложки. Для функционального ряда по умолчанию используется обратная раскладка. Некоторые кнопки оснащены встроенными индикаторами. От привычной для линейки Pavilion сенсорной полосы управления медиаконтентом отказались, так же как и от беспроводного пульта DU. Над клавиатурой теперь расположена только одна кнопка включения, а индикаторы режимов работы вынесли на боковую грань. На сайте производителя присутствует более 25 модификаций модели HP Pavilion DV6, основанных на логике от Intel и AMD, так что выбрать есть из чего. Отдать предпочтение можно как моделям на логике от Intel, чипсет HM55 и процессоры Pentium и Core i, так и представителям конкурирующей AMD, чипсет RS880 и процессоры Athlon, Turion и Phenom. Максимальные объемы дисковой и оперативной памяти составляют соответственно 850 и 4 ГБ, а вот графика применяется исключительно от AMD Radeon 5 серии, где возможно используется гибридная схема переключения. В тестовом ноутбуке установлена TN Plus Film матрица с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1366 на 168 точек. Качество изображения на среднем уровне, при просмотре тестовых файлов наблюдается весь спектр проблем, связанных с недостатками технологий. Небольшие углы обзора, проблемы с цветопередачей и высокая контрастность. Существует также модификация ноутбука с сенсорным экраном. Встроенная акустика в составе двух динамиков от LT Cleansing размещена по краям фронтальной грани. Все разъемы уместились на боковинах корпуса. На правой находятся два USB, привод оптических дисков и гнездо блока питания. На левой картридер 5 в одном, два аудиопорта, один USB и один комбо-порт USB и SATA, сетевой RG45, а также два видеоразъема. А вот беспроводного пульта DU, который было так удобно прятать в экспресс-карт, нет, как и самого слота. Радиатор системы охлаждения размещен в дальнем конце боковины и теоретически не должен мешать пользователю своим выхлопам. HP Pavilion DV6-3000 – мультимедийный ноутбук нового поколения, практичность и удобство использования которого заметно превышает средний по классу уровень. Дизайн стал менее выразительным, но для поклонников премиум-материалов есть металлическая версия. Дизайн стал менее выразительным, но для поклонников премиум-материалов есть металлическая версия.